Всем привет, добро пожаловать на новое видео. Сегодня у нас чуть-чуть другой формат видео, в котором я хочу вам показать довольно-таки интересную библиотеку под названием Википедия, с помощью которой можно получать различную информацию из Википедии с помощью Python без необходимости разного парсинга и различных лишних попыток. Давайте мы ее для начала установим. Заходим на PyP и ищем ее. Википедия. Вот, и давайте мы ее также установим. У этой библиотеки, к сожалению, есть один небольшой минус. Минус в том, что она работает только на английском языке и у нее нету встроенной русификации. Но мы можем использовать нашу библиотеку, которую сделал наш мой друг с нашего дискорд-сервера по ссылке в описании. Называется библиотека CB-I18N. С помощью нее можно будет переводить текст на разные языки. Но у нее также есть небольшой минус. Это в том, что необходимо хранить заготовленные переводы в JSON-файлах и потом с помощью уже кода просто делать замену. Я показывать пример работы не буду, поэтому если хотите, можете ею воспользоваться. И также нам необходима библиотека C-Types. Вообще она встроена в Python, но на некоторых версиях ее может не быть. Она довольно популярная и, повторяюсь, встроена везде. Но, например, у меня ее не было. Создаем папку, назовем ее также Wikipedia и заходим в наш Sublime Text. Так, удаляем старые ненужные файлики. И давайте создадим новый. Назовем его main.py. И теперь давайте начнем импортировать наши библиотеки. Первый, это у нас C-Types, с помощью которого мы будем вызывать диалоговое окно, в котором будет показываться наша информация с Википедии. И также импортируем саму Википедию под названием Wiki. Давайте теперь получим текст, который мы будем писать в нашу консоль. Создаем перемену Word и будем считывать ее с помощью Input. Теперь создаем новую перемену под названием Info, которая будет хранить информацию, которую мы получим с Википедии. И теперь в самом конце мы просто выведем с помощью как раз библиотеки C-Types сделаем MessageBox, в котором покажем наш ответ. Прописываем C-Types.win.dll.user32.messageBox.v в конце, это важно, и даем ее параметры. Будем в названии писать то, что мы с вами получим, и также укажем наш запрос, чтобы было понятнее, что именно мы ищем. Word и завершаем все ноликом. Также давайте мы возьмем это все в TriExcept, потому что возможно есть такие запросы, которых просто не будет в Википедии, и чтобы просто не получать ошибку, будем выводить текст. Текст о том, например, что мы ничего не смогли найти по данному запросу. по запросу Word ничего не найдено. Так, давайте теперь мы с вами запустим наш файлик и посмотрим, что же мы такое сделали. Запускать его будем через консоль, дабы можно было все проще и в случае ошибок ее отсидеть. Давайте мы первым запросом, не знаю, вобьем лего, пусть будет. И мы получаем информацию о Лиге с нашей Википедии, но, как видите, у нас все на английском, поэтому, если хотите, можете с помощью нашей библиотеки, ссылка на нее будет в описании, сделать перевод на русский. Давайте попытаемся забить что-нибудь еще. Давайте вобьем компьютер. По запросу компьютер у нас ничего не найдено, и это как раз то, про что я говорил. На этом у нас все, всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, видео вам понравится, и если мы соберем, давайте, хотя бы 15 лайков, то я буду снимать различные такие прикольные библиотеки и показывать, как они работают и что с ними можно делать. В общем, еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! пока!